Выставка World Food 2022 продолжается. У нас еще один гость, участник данной выставки. Это Муза Чемоданова. Муза, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о своей компании, чем вы занимаетесь, что у вас за продукция? У нас авторский зефир, ручная работа. Мы уже на рынке представлены два года. Производство находится у нас в Владимире. Скажите, пожалуйста, за два года есть какие-то у вас успехи на рынке, где вы представлены по географии? Мы представлены в Азбуке Вкуса в Москве, представлены во Вкус Виле, в Глобусе Гурме, в Гиперглобусе во Владимире и на всех маркет-глайсах. Очень классно. Расскажите тогда конкретно о продукции. Что у нас за линейка представлена и есть ли у вас в планах какое-то обновление линейки, расширение ассортиментов вкусов? У нас зефир необычный тем, что он делает вас красивее, потому что мы используем желатин и коллаген. Также мы используем большое количество фруктового пюре, 30% содержит, и используем меньше сахара, чем все остальные. За счет этого мы низкокалорийные. В одной зефирке у нас содержится 21 калория. У нас также есть линейка детская зефирные червяки. Сейчас она у нас продается во Вкус Виле. Необычные длинные червяки на фруктовом пюре. И будет скоро у нас новогодняя коллекция. В ней будут представлены уникальные вкусы – медовик, пряник и облепих апельсин. Здорово. Будем ждать. Тем более, раз продукция делает нас красивее, мне точно нужно. Муза, вы как участник данного форума, скажите, посещали ли какие-то семинары, участвовали ли в дискуссиях? И как вы там, может быть, с коллегами делились опытом? Да, я участвовала в форуме вчера в очень классном по поводу продвижения на полке магазина УТП. Я даже была на сцене рядом со спикером, поэтому мы классно разобрали кейс про зефир. После этого я обменялась контактами, нашла некоторые контакты для продажи зефира в сети магазинов. В общем, мне очень нравится нетвокинг на выставке. Ну, а в целом выставка еще продолжается, день еще впереди. Есть ли какие-то промежуточные результаты по сбору контактов помимо форума? Очень много найдено информации по упаковке, которая была необходима по логистике, по некоторым ингредиентам, которые не могли найти, и даже некоторое оборудование я постричала. Большое спасибо, Муза. Тогда желаем вам успеха. День только начинается. Так что продуктивного дня. Спасибо большое. Вам тоже. Продолжение следует...